Всем привет! По техническим причинам очередное видео по платформе AM3 Plus изрядно задержалось. Ранее мы уже успели прогнать 4, 6 и 8 ядерные процессоры V-Share. Ссылки найдёте в описании. Ну а на финал мы приготовили для вас тесты FX8120 и 9370. Но обо всём по порядку. Напомним, что сокет AM3 Plus начинался с процессоров AMD FX на микроархитектуре Бульдозера. Первое поколение фикусов получило кодовое название «Замбези». В их основе лежит монолитный 32-нанометровый полупроводниковый кристалл, который состоит из четырёх условно-двухъядерных модулей. Каждый из них имеет собственный массив кэш-памяти второго уровня, общий L3 объёмом 8 МБ и двухканальный контроллер памяти DDR3. Входная часть исполнительного конвейера у такого двухъядерного модуля общая, а в дальнейшем обработка инструкций делится между двумя наборами исполнительных устройств. Больше информации вы найдёте в нашем первом видео. А мы ближе познакомимся с основным героем нашего теста FX8120, любезно предоставленным интернет-магазином DDRPPUA, в котором вы найдёте широкий выбор БУ компьютеров и комплектующих по сходной цене. Сам CPU четырёхмодульный, восьмиядерный, с динамической частотой до 4 ГГц. Имеет 8 МБ кэш-памяти L3 при 125-ваттном тепловом пакете. Контроллер оперативной памяти поддерживает работу модулей DDR3-1866 в двухканальном режиме. Теперь пару слов о тестовом стенде. В его основе лежит геймерская материнская плата Ezra Fatality 990FX Killer. Под систему оперативной памяти представлено скоростным 16-гигабайтным комплектом серии G-Skill Trident X. В номинале он работал на частоте 1600 МГц с таймингами 10, 12, 12, 31. Охлаждение всех процессоров из цикла доверили красивой, эффективной и тихой двухсекционной SGO ID Cooling Dash Flow 240. Операционная система, бенчмарки, игры и все остальные нужные программы поместились на пару терабайтных SSD Patriot P200. В тестах процессора видеокарта не должна быть бутылочным горлышком системы, поэтому мы используем высокопроизводительный ускоритель MSI GeForce RTX 2080 Ti Gaming X Trio, предоставленный магазином Telemart UA. Все вы знаете, что мы никогда не экономим на качественном питании, чего и вам советуем. Под все наши требования отлично подходит Seasonic Focus PX 650 мощностью 650 Вт и сертификацией 80 Plus Platinum. Все компоненты легко и быстро разместили в Full Tower корпусе ReaToro CR1288TG. Конечно, не забыли и про периферии. В данном цикле мы используем недорогие, но весьма любопытные девайсы от Defender. В частности, речь идет о полноразмерной мембранной клавиатуре Defender Doom Keeper GK100DL USB. Помимо игрового дизайна, она имеет защиту от пролитых жидкостей, неплохую функциональность и многоцветную подсветку. То же самое касается и симметричного манипулятора Defender Forced GM020L USB Black. Броски, внешний вид с иллюминацией, удобная форма, шустрый оптический сенсор. И это отнюдь далеко не полный перечень его достоинств. В паре с ним отлично смотрится крупный ковер Defender Black XXL. Гарнитура Defender Warhead G120 Black Orange, хоть и не запомнилась ничем особенным, но вполне подойдет для разного рода видеосвязи и неприхотливого гейминга. С выводом изображения помог монитор Philips Brilliance 329P9H, а геймплей записывали внешней системой с Avermedia Live Gamer 4K, то есть без потери производительности. Кому интересно, все актуальные ссылки на железки из видео есть в описании и закрепленном комменте. Ребятки, важное отступление. Если бы вы следили за фейсбуком нашего главреда, то знали, что на финал данного цикла планировался полноценный тест FX 9370. Вместе с FX 9590 это последние процессоры под AM3+, представленные в 2013 году. Это отборные восьмиядерные чипы Vishero, работающие в турбо-режиме на частотах до 5 ГГц. Но вследствие запредельного тепловыделения и энергопотребления, они имеют высокие требования к охлаждению и материнским платам. Если с первым у нас полный порядок, то, к сожалению, доска от Ezra отказалась дружить с FX 9370. В тест-лабе есть материнка Asus CyberTus 990FX, которая долгие годы используется для тестов кулеров и уже не всегда работает корректно. Да, на ней удалось запустить данный процессор, но система не всегда стартовала и часто зависала. Поэтому разогнать и провести полноценное тестирование у нас, к сожалению, не получилось. Правда, некоторые тесты всё же прогнали и добавим их в сравнение. А отсутствие разгона мы постарались компенсировать быстрой оперативкой DDR3-2400. Теперь вернёмся к FX 8120 и займёмся его разгоном. Как и ранее протестированный FX 8350, наш экземпляр взял отметку в 4,6 ГГц при напряжении 1,4875 В. Оперативка трудилась в режиме DDR3-2400 с таймингами 10, 12, 12, 31. Встроенный северный мост или CPU NB удалось ускорить до 2600 МГц при напряжении 1,4 В. Шина HyperTransport работала на 2600 МГц. Все остальные параметры видно на экране. И вот с такими настройками система без проблем прошла стресс-тест AIDA64. При этом максимальная температура процессорных ядер поднималась до 70 градусов. Сама AMD говорит, что для чипа критичной является отметка в 61 градус. Но можно не бояться, поскольку в реальных задачах температура куда ниже. Теперь оценим полученный профит и сравним результаты с FX 8350 и 9370. Для этого у нас припасены несколько стандартных синтетических тестов. По данным AIDA64 скорость записи, копирования и чтения из ОЗУ повысилась на 13-28%. Задержки доступа снизились на 30%. Прирост Cinebench R15 составил внушительные 32-48%. На равных частотах 8350 опережает 8120 на 15-18%. 9370 быстрее ускоренного Замбези по FPS, но немного проигрывает по баллам. В CPU-Z получаем дополнительные 38 и 52% для одно- и мультипоточного режима. На равных частотах Veshera быстрее Замбези на 8-9%. Разогнанный 8120 оказался впереди 9370 на несколько процентов. Теперь к игровым бенчмаркам. В World of Tense & Core RTM стоковый 8120 плетется далеко в хвосте пилотуна. Аверклокинг значительно улучшает статистику просадок. В частности, очень редкие события выросли аж на 93%. На равных частотах 8350 опережает 8120 на 11-15%. В свою очередь 9370 оказался быстрее старичка. В Ларе без разгона 8120 снова хуже всех. Но после него буст составил уже 36-48%. В противостоянии ускоренных Veshera и Замбези зафиксирована победа первого с отрывом в 7-15%. Но зато оверклокинг помог 8120 опередить 9370. В Gears 5 стоковый 8120 демонстрирует самые слабые результаты. Оверклокинг же отдает до 48% производительности. Этого хватило, дабы на равных соперничать с 9370. Но ускоренный 8350 оказался вне конкуренции. Вольфенштейн Янблад без разгона 8120 находится внизу рейтинга. Ручные оптимизации позволяют получить дополнительные 38-43% фпс. На равных частотах Veshera опережает Замбези максимум на 9%. Ускоренный 8120 снова оказался быстрее 9370. Ну что ж, в среднем после оверклокинга производительность FX-8120 выросла на целых 48%. Неплохо. Средняя разница между стоковым FX-8350 и FX-8120 составляет внушительные 38%. После разгона 8120 уже удалось обогнать стоковый 8350 на 7%. На равных частотах Veshera быстрее Замбези на 14%. В свою очередь ускоренный FX-8120 на равных соперничает с FX-9370. Так, с синтетикой померились, переходим к живым геймплеям. Приступим. В Rainbow Six Siege на ультрах средняя скорость держится в районе 160 кадров в секунду. При этом нет никаких лагов или проблем с управлением. С 8350 статистика была получше, но на глаз разницу будет ощутить очень тяжело. В Genshin Impact выбрали максимальные настройки графики и активировали вертикальную синхронизацию. На выходе получили средний фреймрейт в 60 FPS. Но местами встречаются дропы ниже 10 кадров в секунду. Причем снижение настроек не помогает. На 9370 показатели 1 и 0.1% лоу оказались еще ниже. Escape from Tarkov при среднем пресете выдает около 50 FPS в среднем опять-таки. Казалось бы, что все прекрасно, но по статистике 1 и 0.1% лоу хорошо видно наличие лагов. Собственно, играть можно, но на особо чувствительном лучше перейти к минималкам. На 8350 подфризов было несколько меньше, отчего играть чуточку комфортнее. В Assassin's Creed Odyssey на высоких средняя скорость держится в районе 70 FPS, а просадки не опускаются ниже 30 кадров в секунду. Игровой процесс полностью комфортный. Если не брать во внимание разовый дроп ниже 20 FPS, то с 8350 результаты были очень схожи. Неувядающий Ведьмак 3 запустили на максималках. На выходе получили 74 FPS в среднем и остальную статистику в диапазоне 25-41 кадр в секунду. С 8350 результаты были немного выше, но без мониторинга разницу можно и не ощутить. В Borderlands 3, научные опытом 8350, сразу выбрали ультра настройки графики с DX12 и активировали вертикальную синхронизацию. В таком режиме мы получили вполне неплохие скоростные показатели. Хоть локации у нас были разные, но особой разницы между Вишера и Замбези не заметили. В Metro Exodus также выбрали DX12 и ультра пресет графики, вместе с лучами, детальным Физикс и Хэрворкс. На выходе получили 45 FPS в среднем и очень редкие события ниже 30 кадров в секунду. Все вполне играбельно. Правда, по ощущениям бегается чуточку хуже, чем на 8350. Неприятно удивил Need for Speed Heat. На низких получаем в среднем за 50 FPS, но местами встречались неприятные подфризы, которые сопровождаются просадками ниже 20 кадров в секунду. И похожая ситуация повторяется от катки к катке. С 8350 подобных проблем не наблюдалось. А вот Z-Division 2 без проблем бегается на максимальных настройках графики с включенной вертикальной синхронизацией. Даже очень редкие события не опускались ниже 40 кадров в секунду. Претензий к геймплею нет и в помине. Плюс-минус то же самое мы наблюдали с 8350 и 9370. Граундед неплохо работает на максималках. Средняя скорость держится в районе 60 FPS, а остальная статистика не опускается ниже 30. К управлению претензий нет. В аналогичных условиях 8350 показал результаты ощутимо выше. В свою очередь 9370 уступил обоим собратьям. Да и было ощущение некой желейности. В Control выбрали высокие настройки графики, включая Ray Tracing, но при этом активировали DLSS. Средний фреймрейт держался в районе 50 FPS, а показатель очень редких событий не опускался ниже 20. Чувствуются немного неприятные подтормозки, но гамать можно. И хотя с 8350 статистика просадок получилась хуже, но субъективно играть было приятнее. Death Stranding можно смело проходить на очень высоких настройках графики. В среднем получаем под 70 FPS с полностью отзывчивым и прогнозируемым управлением. На видео, конечно, не записали, но перед кат-сценой, когда выходишь из ангара, было явное ощущение желейности геймплея. Но дальше подобное не повторялось. В аналогичных условиях с 9370 показатели немножечко хуже. Но все так же и играбельно. В Horizon Zero Dawn выбрали пресет «Приоритет графика», активировали вертикальную синхронизацию и побежали, куда глаза глядят. В итоге получили среднюю скорость под 60 FPS и добротную остальную статистику. Никаких замечаний к геймплею или управлению нет и в помине. Более низкие результаты 8350 вполне можно списать на другую локацию. Напомним, что благодаря интернет-магазину ключей Kbox.com.ua мы имеем возможность тестировать железки в самых новых играх. А более чем 70 тысяч клиентов уже успели там купить свои ключи для Steam по вкусным ценам. И вам советуем оценить, что там есть. Ссылочка в описании. Mafia Definitive Edition запустили на высоких настройках графики. В таком режиме получаем за 80 FPS в среднем и остальную статистику в диапазоне 37-46 кадров в секунду. Несмотря на более чем вменяемые показатели, субъективно есть ощущение небольшого input-luck в управлении. На тех же настройках с 9370 встречаются просадки ниже 20 FPS. Вейстлайн 3 на высоких, с вертикальной синхронизацией фреймрейт держится в районе 60 FPS. Встречаются просадки ниже 30 кадров в секунду. Но учитывая пошаговый характер боевой части, ничего критичного. Любопытно, но на том же 8350 были дропы и пониже. Doom Eternal не сильно требовательная игра к процессору, поэтому если видеокарта позволяет, можно выбирать пресет «Абсолютный кошмар». В таком режиме даже очень редкие события, не опускались ниже 60 кадров в секунду. Всё комфортно и отзывчиво, претензий нет. На 8350 показатели были заметно выше, но без мониторинга сложно будет ощутить разницу. В свою очередь 9370, статистика несколько хуже. Хотя, опять же, ничего критичного. И играть очень даже комфортно. Ну и наконец Red Dead Redemption 2. Её запустили на минималках и по обыкновению приправили всё ультра текстурами. В таком режиме получаем 45 FPS в среднем, а в графе 0.1% low видим 30 кадров в секунду. По данным мониторинга, результаты чуть хуже, чем на 8350. Но, снова же, по ощущениям, разница незаметна. И вот теперь можно подводить итоги. FX 8120 приятно порадовал. По субъективным ощущениям после комплексного разгона, две трети игр идут на нём так же, как и на FX 8350. Да, есть некоторые проекты, в которых заметно чаще встречаются подтормозки и дропы. Благо, их не так уж и много. И при необходимости всегда можно скинуть настройки графики. Другими словами, если данный процессор подворачивается вам по цене ощутимо ниже популярного FX 8300, то смело берём. Это отличная покупка. В свою очередь, FX 9370 больше подойдёт любителям эксклюзивных и коллекционных вещей. Правда, под него сложно найти материнку и сразу понадобится какой-то прям суперкулер. В стоке с быстрой памятью он демонстрирует результаты схожие с ускоренным FX 8120. Поэтому, с точки зрения цена возможностей, его покупка не является целесообразной. Но если у вас есть подобный камушек, то после ускорения всех узлов, он вполне ещё бодро смотрится и позволит продлить жизнь платформе. Ну а на этом у нас всё. Будем рады услышать ваше мнение в комментариях, а также надеемся на лайки, подписку и репосты. Друзья, всего вам хорошего, будьте здоровы и до новых встреч!